Итак, давайте начнем работать. Нажимаете Python переосмысление и переходите в раздел. Значит, смотрите, я не собираюсь полностью переписывать сайт Python, но наша задача это объектно-ориентированное программирование. И начнем мы, как с вами договорились, объект, функция, класс. Но для начала нам надо типа объектов. То есть вот мы начали со строк. И сейчас прямо вот с ними начнем работать. Значит, чтобы потом работать с классами, нам нужна справка, чтобы быстро обратиться к тому или иному методу, чтобы мы раз посмотрели быстренько код. То есть я таким образом делаю на сайте мини-документацию, мини-косты. При этом всегда можно вернуться на SPB. Я делал специально таким образом, чтобы ничего не отвлекало. Значит, смотрите, ребят, ссылки, которые я напоминаю, видим такой браузер со стрелочкой. Значит, при помощи браузера надо открыть в новой вкладке, чтобы ничего не терять. И вы тогда перейдете на определенный урок, либо это курс откроется и так далее. Значит, согласен. Наша основная цель ОООП, но для начала мы рассмотрим объекты. Еще раз, но более глубоко. Вторая задача, это, конечно же, здесь ссылки на официальный сайт. Привыкайте, вы уже созрели работать с официальным сайтом. Поэтому я постоянно показываю официальный сайт и работаю только с официальным сайтом. Хватит лазить по интернету и искать разный бред. Научитесь работать с сайтом. Теперь, смотрите, то есть ссылки все подряд смотрим, открываем, дальше поехали, идут вещи. Например, если извлечение по срезам, то есть показан пример, дальше поехали методы. Я использую и вам рекомендую, что сделать. Вы просто-напросто открываете пайчаром. Постоянно при тренировках нажимать эту кнопку и запускать файл, это, в принципе, не очень-то правильно и потеря времени. Поэтому вы просто нажимаете Python консоль. Далее, открываете, смотрите, с каким методом вы там работаете. Например, капитализе. То есть вводите любое слово. Там переменные а и берем строку. Лучше всего вводить разными буквами для того, чтобы потом лучше понять, как работает метод. Где-то есть нижний регистр, где-то верхний регистр, чтобы мы именно с этими методами вводим разными буквами. Далее, применяем метод. Пайчаром нам все подсказывает. Ничего практически не надо вручную набирать. Нажали Enter. Итак, мы видим, да, что метод капитализ оставил в верхнем регистре первую букву, все остальные в нижнем регистре. Я описываю здесь простым языком. Умным языком почитаете на сайте. При любом раскладе первую букву переводит верхний регистр. Все коротко, понятно, кусок кода. И так далее, и так далее. Методы можно так переключать, так, тут где много ссылок. Ссылки я даю сразу же на документацию, на официальную. То есть привыкаем работать. В данном случае, к данному курсу нам не применим учебник. Хотя где-то вот есть моменты, например, я ссылаюсь на Лутца, если человек, допустим, забыл там экранирование, то я пишу, вот, можно посмотреть либо в официальной документации, но на начальном этапе кому-то это сложно, да, найти, прокрутить. Это вот в данный момент открыта страница справочник по языку. То есть вот, последовательности нам понадобились, но, тем не менее, где-то я пишу, либо у Лутца изучаем по этой странице, там, 212, чтобы быстро подсмотреть. Значит, прорабатываем. Теперь осознанно. Вы к этому созрели, поэтому не ленимся, спокойненько, не надо торопиться, занимайте джанго, но один день в неделю уделяем чистому Python. Пишем, пишем, пишем код. Сложного ничего нет. Поняли, да, ребят? Значит, работаем вот в таком стиле. Это удобно, это классно, и не нужно запускать уже полную программу. Хотя все это будет работать, и у нас и в полной программе, если мы посмотрим. Само собой, можно и здесь набрать. Давайте скопируем. Можно и здесь набрать. Потом мы эти методы будем применять в функциях, и чтобы нам как-то быть ловкими, а капитализм можно набрать и здесь. Так, что-то у меня тут не сходится. Ну, ладно. Не буду сейчас... А, я не тот. Стоп. Во, видите, уже забыл даже. Это ж не функция, а то бывает перекасывает. Поэтому... Ну, можем сделать вот так, допустим. B равно A. Капитализм. Вот. Так, понятно. У меня выставлен файл T, которого нет, а у меня CTR. Значит, я должен переключить на этот файл, не наверх нажимать, а вот тут RST1 запустить. Тогда оно запустится. Бывает такое, ребят. Смотрите здесь, чтобы всегда был выставлен тот файл, либо на файл кликайте. Вот. Hello World тоже перевело. Но, ребят, ну, это долго. Для тренировки достаточно удобно работать в терминале. Не в терминале, а в Python консоли, как мы с вами и говорили. Быстренько ввели. Я привык работать с переменными, хотя можно и без переменных, но как-то с переменными мне комфортней. Да. Далее поехали. Быстренько, как я показывал, капитализм. Все. Нажали Enter, вывелось. То есть мы поняли, как применять, поэтому работаем вот таким методом. Таким же способом все написано и в справочке. Еще раз повторяю. Я не ставлю цель переписать документацию на русский язык. Но какие-то основные вещи, вот я создал раздел строки и дальше будем в функции и все, что касается строк, будет все сюда добавляться, добавляться, добавляться. Сейчас задача, вот мы начали, вспомнили, что надо вспомнить, что это последовательное, что поддерживает извлечение по срезам, что поддерживает методы, потом и так далее, и так далее. По крайней мере, когда мы перейдем к ООП, и нам надо будет применить в некой функции какую-то вещь, мы щелкнули, посмотрели, ага, вспомнил как что, потому что, например, где-то надо значение поставить, где-то что-то. Я надеюсь, что это понятно. Поработали немножко, после спокойно, значит, возвращаемся на СПБ, и спокойно продолжаем работать с Джанго. Переключаемся, ребят. Я боюсь, чтобы не получилось так, что Джанго это тот же практически язык, но мы там работаем на классах, написанных на Джанго, и человек улетает от языка, а это не должно происходить, ни в коем случае. И не забывайте про продажи, они будут дорожать. Сайт. Думаем, все надо в комплексе. Все, ребят, прорабатываем потиху и вперед, вперед, вперед. Давайте.